добрый день друзья сегодня готовим соус из кабачков это очень вкусное летнее блюдо которое готовила моя бабушка в сезон кабачков по сути это нечто среднее между рагу гуляшом и супом получается сытное блюдо из разряда на каждый день но несмотря на свою повседневность это очень вкусная и полезная еда для приготовления нам понадобится мясо можно и без него кабачки либо цукини картофель морковь помидор лук перец горошком соль первым делом подготовим мясо у меня куриные бедрышки хорошенько их моем и нарезаем небольшими кусочками обжариваем в небольшом количестве растительного масла до легкой румяности соус из кабачков можно приготовить просто на воде но это будет не так вкусно как в случае с мясом тем временем нарезаем одну среднюю луковицу небольшим кубиком и отправляем на дно кастрюли в которой будет готовиться соус сюда же выкладываем поджаренное мясо картошку моем чистим и нарезаем тонкими кольцами выкладываем в кастрюлю заливаем водой чтобы она покрывала картофель где то на один палец ставим на огонь и тем временем займемся кабачками моем если кожица плотная чистим и нарезаем кружочками если кабачки у вас крупные то каждый кружочек нужно разрезать пополам или на четвертинки обжариваем кабачки в растительном масле до румяной корочки овощи можно предварительно обмакнуть муки чтобы корочка получилась более явная но тогда соус получится более плотным готовые кабачки выкладываем на отдельное блюдо я положила бумажную салфетку чтобы стек лишний жир подготовим зажарку чистим лук нарезаем его мелкими кубиками и пассируем в небольшом количестве растительного масла около трех минут затем добавляем к нему тертую морковку перемешиваем и готовим еще минуты 3-4 помидор подсекаем крестообразно на макушке и обдаем крутым кипятком снимаем с него кожицу удаляем хвостик нарезаем мелким кубиком когда картофель будет готов добавляем к нему обжаренные кабачки зажарку из лука и моркови нарезанные томаты и не забудьте посолить по вкусу перец горошком даем прокипеть минут 10-15 соус готов перемешиваем его пробуем на вкус если надо солим в конце приготовления я добавляю измельченный чеснок и зелень так соус получится еще ароматнее даю постоять под крышкой минут 10 и подаю к столу вот такой соус из кабачков у нас получился вкусный аппетитный и очень ароматный очень часто моя бабушка готовила его без мяса получалось вкусно но в таких случаях она обваливала кабачки в муке тогда соус был более плотным и наваристым это вкусное летнее блюдо можно заправить перед подачей сметаной и посыпать зеленью друзья если вам понравился рецепт не забудьте поставить лайк пишите в комментарии чтобы вы добавили или убрали с этого рецепта может вашей семье готовили этот соус по-своему ваши комментарии будут очень полезны для меня и моих зрителей не забудьте также подписаться и нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о моих новых видео рецептах с вами была неля всем приятного аппетита а Субтитры сделал DimaTorzok